Всем привет, дорогие подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Делаем с вами очередной традиционный расклад карты дня. Будем смотреть 27 сентября 2020 года. Какие энергии отыгрываются в этот период нашей жизни и в частности в ваш личный период. Напоминаю вам, что никаких фатальных вещей карты Тару нам не предсказывают. Они вообще нам ничего не предсказывают. Они только нам дают очень важные, мудрые подсказки. А соответствующие выводы делаете вы сами и предпринимаете определенные действия. И в этом случае, в этом раскладе карты Тару нам только дадут подсказки, какие энергии будут отыгрываться, на что нужно обратить внимание для того, чтобы гармонизировать события этого периода. У нас будет, как всегда традиционно, четыре варианта. Первый, второй, третий, четвертый. Синее, белое, зеленое, желтое сердечко. Сегодня мы будем использовать добрые, очень мудрые колоды Таро Ангела-Хранителя подсказки. И еще одну колоду, на которую мы посмотрим точечный, так сказать, прицельный посыл от высших сил для вас. Пожалуйста, выбирайте свой вариант. Я пока буду подготавливать колоду. Напоминаю вам, что все вопросы по обучению задавайте, пожалуйста, мне в личку. Контакты мои представлены под каждым видео. Если есть желание перевести мне донат, за что я вам очень признательна, благодарю вас, низкий вам поклон, за то, что поддерживаете мой канал и меня. Если есть желание перевести донат, то ссылочки на ресурсы также находятся под каждым видео. Итак, задумывайте свой вариант. И сейчас я буду выкладывать карту. Возможно, вам приглянется какая-то карта. Вообще, прислушивайтесь к своей интуиции. Никогда очень долго не думайте, потому что лабиринты сознания вашего уведут вас очень далеко от истины. Соответственно, то, что пришло первым в голову, то и выбирайте. Я сейчас еще возьму по одной подсказочке. Как я называю, прицельный. Сейчас вот эти арканы вам скажут, что очень важное прям стучится в двери к вам сейчас. Прямо сейчас. Для каждого из вас. Итак, я надеюсь, вы определились с вашим выбором. Если вам нужно еще время для того, чтобы определиться, все-таки вы не совсем доверяете своей интуиции, ставьте, пожалуйста, видео на паузу. А мы будем начинать. Первый вариант. Синенькое сердечко. Основная энергия этого периода. Причем здесь имеется в виду как сегодняшний день, так и, в принципе, период в целом. Плюс-минус какие-то там несколько дней, давайте так скажем. Эта ситуация требует эмоциональной зрелости и полного доверия. Вас окружают те, у кого только самое лучшее намерение. Поэтому вы можете положиться на совет, который они вам предлагают. И проблемы будут решены. Эта карта указывает также на великодушного, гуманного и утонченного человека, на которого вы можете полностью положиться. Это могли бы быть вы и характеристики вашего внутреннего я. Называется этот аркан «Хранитель эмоций». Очень интересный аркан. Подумайте, задумайтесь над глубинным смыслом того, что вы сейчас услышали. Вы обязательно поймете, к чему это было сказано. Потому что вот эта колода, она настолько мудрая. Она прям четко говорит, указывает на те вещи, на которые нам действительно нужно обратить внимание. Теперь давайте посмотрим послание для вас от высших сил. Посоветуйтесь с экспертом. Требуется больше информации? Свяжитесь со специалистом. Если какая-то проблема не решается в вашей жизни, либо существует ситуация, которая требует участия специалиста, обязательно обратитесь к специалисту. Не стесняйтесь, не сомневайтесь. Все должно быть в жизни сделано профессионально для того, чтобы получить по-настоящему хороший результат, на который вы действительно рассчитываете и которого вы ожидаете. Второй вариант. Белое сердечко. Двойка эмоций. Замечательный аркан, который соответствует у нас аркану двойка кубков в классической колоде Тару. Интересно, у нас уже второй аркан. Выпадает эмоции. Значит, такой день. Эмоции каких-то. Будем надеяться, что очень приятных. Отношения становятся все теснее, когда между двумя людьми возникает любовь и укрепляются уже существующие отношения. Дружеские чувства могут стать глубже и перерасти в духовную связь. Уже существует взаимное уважение и понимание. Или эти аспекты будут развиваться. Не разрывайте отношения, которые вам кажутся тяжелыми. Всегда есть надежда, что что-то изменится к лучшему. Какой замечательный второй вариант. Просто прелестный какой-то. И о многом заставляет нас задуматься. Особенно в том, что касается межличностных отношений, партнерских отношений. Давайте посмотрим ваш совет. Тут даже не совет, а послание от ангелов. Божественная магия. Прямо сейчас вас окружает дополнительная магическая энергия. Ожидайте чудес. Такой великолепный расклад получился у второго варианта. Ну а то, что двойка кубков вышла. Так еще и посмотрите, какое вам пришло послание. Письмо от ангелов. Ожидайте чудес. Причем эти чудеса, конечно же, будут самыми светлыми, самыми прекрасными, радующими вас. Не сомневайтесь в этом. Третий вариант. Зеленое сердечко. Отпустить все, что было. Соответствует старшему аркану смерть. Это действительно такой аркан, который говорит, что настал такой момент в жизни, когда пора отпустить нечто, что уже отжило себя давно. Для того, чтобы возродиться и пойти в новый путь. Может показаться непростым делом отпустить прошлое, но это очень вам поможет. Станет для вас освобождением. Ваши ангелы поспособствуют вам в этом. Для того, чтобы вы могли взлететь выше, чем когда-либо прежде. Окончание чего-то одного всегда венчает новое начало. Измените свою жизнь, изменяя свои мысли. Прекрасный аркан вам вышел. Подумайте над этим. На досуге, либо перед сном. И давайте посмотрим ваше послание от ангелов. Третий вариант. Послание от высших сил. Мечтайте о большем. Поменяйте мнение о себе. Представьте свой успех. Супер, просто супер. Потому что действительно не ограничивайте себя ни в чём. И не ставьте никаких блоков. Чаще всего в наше сознание мы сами сознательно выдвигаем некие стены, блоки, которые не дают нам продвигаться вперёд. Вам надо над этим хорошо подумать. Потому что перед вами открыто прекрасное будущее. У вас вышел аркан тринадцатый. Когда вы освобождаетесь от прошлых каких-то оков, от прошлых установок. И перед вами открыто прекрасное будущее. Поэтому дерзайте мечтать. Представляйте свой успех. И вы обязательно будете иметь его. Вы получите то, о чём вы мечтаете, о чём вы просите. Если, конечно, это соответствует определённым нравственным правилам и законам Вселенной. Четвёртый вариант. Жёлтое сердечко. Духовный наставник. Это тоже старший аркан, соответствующий в классической колоде Таро девятому аркану. Отшельник. Посмотрите, какой здесь добрый, красивый аркан. Такой приятный дедушка. Либо... Мне гнома даже напоминает. Здесь очень мудрого, интересного. У него целый там огромный короб с подарками, с сувенирами какими-то. То есть он несёт много секретов за своей спиной. Как раз в этом огромном ящике или, как его назвать, корзине. То есть по аркану отшельник всегда очень много сюрпризов жизнь может преподнести. Духовный наставник. Проводя время наедине с собой, вы будете вознаграждены. Используйте эти моменты одиночества, чтобы сосредоточиться на любви и возможностях, которые предоставляются вам, чтобы одаривать тех, кто вас окружает. Зажгите свет в своём окне, чтобы указывал путь другим людям. Ищите в себе духовного наставника для самого себя, если не чувствуете свою жизнь достаточно наполненной. Посмотрите, отшельник несёт фонарь в руках своих и освещает путь себе и другим людям. Вот такой интересный у вас вышел аркан. Теперь давайте посмотрим послание для вас от ангелов, от высших сил. Исследуйте варианты. Пришла пора рассмотреть другие возможности. Хорошее время для изменений. Если вы чувствуете, что пришло время для перемены в вашей жизни, вот вам как раз посыл от высших сил. Не упускайте возможности что-то действительно реально изменить, потому что всё в ваших руках. Вообще свою судьбу мы строим сами. Нужно мечтать, дерзать мечтать, ставить цели, потому что любая мечта превращается в цель, должна превращаться в цель. Вы должны составить план действий, начать действовать, и вы обязательно получите те результаты, о которых вы мечтаете, и гораздо-гораздо больше. Вот такой посыл у нас, послание для четвёртого варианта. Спасибо большое за то, что досмотрели мой расклад до конца. Буду вам благодарна за лайк, за тёплый комментарий под моим видео. Желаю всем счастья, любви и только самых прекрасных, бесценных, драгоценно-бесценных энергий, светлых и чудесных каждого дня вашей солнечной жизни. Если вы ещё не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки для того, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, очень люблю. И до завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok